Продолжение следует... Как говорится, между строк изложена какая угодно идеология, но только не коммунистическая. Учеба в закрытом политическом бузе сыграла свою роль. И встал вопрос, что мне с этим делать. Мне, тогда уже коммунисту и будущему замполиту, было положено, как говорится, доложить куда следует. Доложить об идеологической диверсии, как тогда это называлось. И нужно добавить очень серьезной идеологической диверсии. Идеология просто потрясала свои глубины. Детальнее об этом лучше посмотреть в прошлом ролике. Он есть в подсказке и будет на конечной заставке. Сейчас, 35 лет спустя, я думаю, что очень большую роль сыграло, что эту книгу я прочел именно в начале отпуска. Он продолжался месяц, и у меня было время. Все, изучите, как следует обдумать. Первый вопрос, который я себе задал, понятно, был вопрос, что это за идеология. Было ясно, что эта идеология не либеральная. Или, как тогда говорили, не буржуазно-демократическая. Также было ясно, что эта идеология не христианская. Но если говорить об идеологической диверсии, то, понятно, в голову прежде всего приходили мысли об этих идеологиях. Но тогда какой была эта идеология? То, что эта идеология строилась на концепции реинкарнации, на использовании энергии кандалине, сразу наводило на мысль об индуизме. Но мне тогда уже было ясно, что это не индуизм. Хотя бы потому, что эта идеология исходила из того, что закон кармы не что-то естественное, а одно из главных проклятий нашего мира, поскольку закон кармы за приглашение в этой жизни накапывает слишком поздно. А это не уменьшает, а напротив увеличивает горе, боль и страдания, которых и так в нашем мире хоть отбавляй. Кроме того, в этой идеологии ясно просматривалась идея социальной справедливости. И в голову лезли мысли, что это какой-то специальный проект, разработанный западными советологами для того, чтобы изнутри подорвать веру в коммунистическую идею, которую в СССР в то время и так уже верили все меньше и меньше. Но если это так, то тогда было ясно, что эта идеология должна просматриваться не только у Ефремова, но и у других писателей. И прежде всего в голову приходила мысль о его учениках, о братьях Стругацких. Впрочем, в процессе чтения лезвия бритвы у меня практически сразу возникло чувство, как говорится, дежавюк. Что я об этой идеологии читаю уже между сроками в первый раз. И мне нужно просто повспоминать, где я о ней читал раньше. Пожалуй, нужно добавить. Возникало чувство, что я уже читал об этой идеологии, но в силу тогда еще моей недостаточной подготовки и просто этого не воспринимал. Этого не понимал. В общем, работая себе на месяц, нашел очень много. И весь отпуск трудился более чем интенсивно. Сначала я перечитал пару книг Стругацких и понял, что у них тоже, безусловно, между срок просматривается именно эта идеология. А вот дальше, так сказать, ожили воспоминания. Сознание, видимо, настроилось на такую работу. И я начал не столько читать, сколько вспоминать. Моей памяти в те годы была интересная особенность. Я запоминал каждую прочитанную книгу очень близко к тексту и мог ее почти дословно пересказать. И в те годы эта моя особенность памяти получила развитие. Кто помнит, какой дикий книжный дефицит был в СССР, тот меня поймет. И мне своим товарищам приходилось часто просто пересказывать прочитанную книгу. И часто послушать, как я пересказываю книгу, собирался весь двор, а то приходили из других дворов. Сейчас, кстати, я тоже неплохо помню прочитанные тексты, но уже не так хорошо. Видимо, возраст все-таки сказывается. И, как я уже сказал, несмотря на еще весьма юный возраст, я на тот момент уже прочел несколько тысяч книг. И мне было о чем поспоминать. На выходе мне стало ясно, что эта идеология просматривается не только у Ефремова и Стругацких, а у массы советских писателей, причем составляющих золотой фунт. Не только советской, но и мировой литературе. Ну и понятно, кое-какие книги я перечитал, чтобы убедиться, что не сошел с ума, извиняюсь. И убедился, что не сошел. Как было все это понимать? Мы, что все эти писатели-шпионы, это был бред, это было очевидно. Но, как ни странно, даже не это было главное. Я понял также, что эта идея просматривается и у массы западных писателей. И тоже самых лучших, тоже составляющих золотой фонд мировой литературы. И тогда же я понял, как многое Иван Ефремов заимствовал у Герберта Уэллса. Самое же главное, что Герберт Уэллс, что другие великие западные писатели, пиарили эту теорию тоже между строками. Так получилось, что именно в этом выпуске мне попался первый перевод, тогда немного сокращенный, первой части трилогии Толкиена, «Властелин колец», «Хранители». Но Толкиен я тоже между строк увидел эту идеологию. Только она у него была замаскирована не под коммунистическую, как у Ефремова, а под христианскую. В общем, все было, как в той старой русской пословице. Чем дальше влез, тем больше дров. И получалось, что если это идеологическая диверсия, то эта идеологическая диверсия не против Советского Союза, а против всей нашей планеты. Самое же главное, я не увидел в этой теории ничего плохого. И чем больше читал, и тем больше думал, тем лучше понимал писателей, которые ее пиарят. И понимал, что они ее пиарят не за страх и не за деньги, а за совесть. Но я сам пришел в ответ на вопрос, что делать, в смысле докладывать, куда следует или нет. Стало ясно, что я столкнулся с чем-то очень серьезным. И прежде всего нужно ответить на вопрос, с чем я столкнулся и с кем. Что это за идеология, кто за ней стоит, и почему она во всем мире пропагандируется тайно. Равно, как стало ясно, что пока я не получу ответа, хотя бы на некоторые свои вопросы, эту работу лучше не афишировать. Собственно, думаю, именно тогда, в конце вот этого курсанского летнего отпуска, эта работа и стала главным делом моей жизни. И вот остается им уже 35 лет как. За много лет эта работа позволила мне очень многое открыть, многое понять и очень ко многому прийти. Честью этой работы и стал мой роман «Темное пламя», о чем я сейчас вам рассказываю. Вернее, о котором я сейчас вам рассказываю. Впрочем, мои каналы на Ютубе и Дзене тоже проявления данной работы. Добавлю, у меня было немало публикаций об этом, скажем так, и до интернета, а я давно печатаюсь. Я был период, даже издавал свою газету. Вернее, газету моего фонда «Арестун» «Лезвие бритвы». И понятно, что я газету далеко не случайно назвал «Лезвие бритвы», а фонд далеко не случайно назвал «Арестун». Деньги на эту газету мне дали мои коллеги, независимые норвежские экологи. Ну и с вашего позволения данный разговор мы продолжим в следующем ролике. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Кемин, поверите на конечном заставке. Субтитры сделал DimaTorzok